И, насколько я понимаю, вы нам сейчас представите еще один свой собственный клинический случай. Чудесный. Я думаю, всем будет интересно и все получат удовольствие. Речь идет о пациентке, которой на момент постановки диагноза было 35 лет. Это мама троих детей и младшему ребенку было полтора года. Это первичный метастатический рак молочной железы. У пациентки был единичный метастаз в печени. Рецепторный стратус перед вами, гормон негативный и HER2-позитивный статус. Мы лечили пациентку так, как нам позволяла наша действительность. Первая линия терапии – это комбинация тростозумаба с доцитоксилом. И начала она терапию в январе месяце. В октябре 2013 года мы констатируем прогрессию заболевания и видим, что наблюдается увеличение размеров метастазов в печени. С октября по январь 2014 года в качестве второй линии терапии пациентки мы просто сменили цитостатический агент, оставив при этом назначение тростозумаба. Вторым цитостатиком был выбран вельбин в монорежиме. В январе 2014 года отмечается прогрессия болезни, появляются еще очаги в печени и метастатическое поражение надпочечника. Третья линия терапии. В качестве антихердваагента остается тростозумаб. Мы вновь меняем цитостатик. На этот раз это капицитабин. Вы видите, что пациентке удалось с февраля по ноябрь месяц контролировать заболевание. В ноябре 2014 года констатируется прогрессия. Выявляются метастазы в подмышечные, ретрокурарные, забрюшинные, лимфоузлы средостения и появляются метастазы в крестец. В этой связи, в ожидании четвертой линии терапии, как вы видите ситуацию, чего вы ждете, если у вас пациентка с четвертой линией? Не жду ничего хорошего. Симптоматический эффект, стабилизация болезни, частичный ответ. Наверное, стоит сделать акцент на том, что ни на одном из предшествующих вариантов лечения мы не видели как такового даже частичного ответа. В общем, у нас довольно реалистичная аудитория. В 22% случаев никто ничего хорошего не ждет. В лучшем случае ожидается стабилизация болезни. Но есть люди, которые рассчитывают 18% случаев на получение частичного ответа. Итак, продолжу свой рассказ. В ноябре 2014 года, еще до того, как препарат был зарегистрирован в России, а зарегистрирован он был только в мае 2015 года, нам удалось договориться с фондом в нашей республике, и фонд закупил пациентке препарат за рубежом. И, к счастью, они остались вот такими благотворителями в том смысле, в каком мы благотворительность видим. Итак, с ноября месяца пациентка начала терапию от силы в стандартном режиме. Через 5 циклов мы увидели частичный ответ, и через 10 циклов полный ответ, который сохраняется до сих пор в течение года. Перед вами констатация факта. Так выглядела ПЭТ-КТ пациентки в ноябре 2014 года. В марте мы видим, что имеется частичный ответ. В июне 2015 года полный ответ. У пациентки терапия переносится хорошо. Опять-таки, есть жалобы на слабость, но ту слабость, которая позволяет ей выполнять всю домашнюю работу, следить за тремя детьми, то есть быть мамой. В настоящее время пациентка уже 20 месяцев на терапии, и признаков прогрессии заболевания нет. Спасибо, Дина Домировна. Это действительно абсолютно уникальное наблюдение, которое позволяет нам, может быть, даже еще и в другом свете увидеть новые препараты, в частности Катсилу. По регистрационному исследованию там были отдельные проценты полных ремиссий, но когда мы назначаем пациентки, уже опрокинувшие три линии лечения, и получаем такой феноменальный успех, это не может не радовать и давать надежды на иногда успехи у тех пациенток, от которых все уже отвернулись и не ждут ничего хорошего. Ну, Григорий, правда, когда мы получили после 10 курсов полный ответ, вообще я это, как врач с более чем 20-летним стажем, расцениваю как фантастику. Счастье, что этот ответ удается удерживать, но большая проблема является тот факт, что эффект держится уже год. Выбивать деньги из фонда крайне сложно, потому что люди не понимают, зачем нужен препарат человеку, у которого сейчас лесостазов нет. И вот у нас та проблема, о которой мы говорили ранее, она над нами сейчас висит. То есть вопрос мучительный пациентки, если мне перестанут закупать препарат, сколько я смогу прожить без прогрессии? Правда, очень страшно, но в реале нашей жизни таковы, что закуп препарата может прекратиться в любой момент, и тогда, в общем, наверное, трудно предположить, как будет протекать ситуация. Да, новые возможности, новые проблемы. Спасибо, Дина Домировна, большое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо.